Добрый день, мои любезные зрители! Всех я вас приветствую на своем канале. И традиционно желаю мира, тепла, добра, конечно же, удачи. И всем я вам отправляю такое одуванчиковое поле надежды, удачи и свершений. Считать, что YouTube замедлил свою работу, но у меня подобный канал есть на Дзене. Добро пожаловать еще и на Дзен! Мы идем проложенным курсом, проторенной тропой. Мы говорим о вторичном потреблении, конечно же, о нем, потому что мой посыл, мой лозунг – помочь себе в том плане, чтобы не облегчить свой кошелек и в то же время выглядеть нарядно, интересно, с настроением и немножечко помочь нашей планете. Потому что я уже во много раз говорю, что произошел преизбыток всего, что только можно. Но судите сами, если вы вспомните гардероб своих бабушек и своих мам, то он, конечно же, не насчитывал столько единиц одежды, сколько находится у нас. А сколько мы из этого носим? Вопрос такой. Ну, наверное, процентов 20. И поэтому все, что не носим, пусть носят другие. А то, чего нам не хватает для жизненного куража и для хорошего настроения, мы их как раз и прикупим в магазине вторичного потребления. За небольшие деньги держим курс на все оригинальное, все натуральное, все соответствующее нашему светотипу. Что, друзья, делаем еще один шаг вперед вместе со мной. Сегодня новый завоз, но это не первый день, а третий. А это значит, что можно списать накопительные баллы, которые, конечно же, у меня есть, до 30% от стоимости. Ну, просто вы для удобства вам показываю базовую цену, а вы просто отнимаете. Обувь показываю новую, без следов носки. Кроссовочки цвета малинового вина от Esprit. Это один из самых узнаваемых фэшн-брендов. Довольно качественная, сдержанная гамма, но достаточно выразительная. Если вам покажется, заявленная цена дорогая, то диапазон цены в магазине начинается от 3-5 тысяч. Полукедр от Гант, цвета сухой гальки. Бренд представляет коллекции на неделе моды в Нью-Йорке. В разные годы дизайнеры Гант выполняли специальные заказы на пошейф одежды для известных людей. Политика Роберта Кеннеди, команда исследователя Мирового океана Жанна Мишеля Кусто. Сохранилась цена 90 евро и на скидке 50 евро. Оценили 1800 рублей. Но мы с вами умеем отнимать 30%. Босоножки цвета осенней листви, многочисленные гладиаторы, сабо-биркенштоки, босоножки-уги с искусственным мехом мышиного цвета. Вот они, эти пушистики, замечательные. И они тоже были в состоянии новой вещи. Я вам вообще показываю вещи, которые не задержат следов носки. Ну и, конечно, Рикер популярный в России. Немецкий бренд. И в основе коллекции технологический и лаконичный дизайн обуви. Внутри каждой пары ортопедические стельки с натуральной кожей. Слипоны от Adidas, которые представляют собой низкие закрытые туфли с резиновой подошвой. По конструкции похожи на ту, которая обладает кедой. Очень красивые короткие сапожки, кожные, с цветочным рисунком. Ну, они были очень интересные, очень акцентные и супер экологичные. Потому что это стопроцентная кожа, о чем нам сигналит стикер на внутренней части обуви. Ну, а конверсы разбеленного такого цвета Тиффани, они тоже были новые. Они были очень красивые. И красивое, прекрасное сочетание кипенно-белого цвета и Тиффани. И еще очень интересная находка. Это вот эти вот летние туфельки. Вот это тоже цвет Тиффани, но он немножечко так припыленный, разбеленный, замечательный. И опять Рикер столь любимый в России. Его любят за удобство. И вот я уже в примерочной начну с моделью, которую я с радостью приобрела. Итак, это серебристо-голубой тренч или плащ от Pateri. Pateri – это легендарный итальянский бренд, который сегодня является одним из эталонов европейского качества. Компания получила свое название в честь одного из хребтов горы Монблан, который является высшей точкой Западной Европы. И самым первым шагом в области одежды в компании стал проект разработки олимпийской формы для сборной Франции. Тогда Олимпиада проходила в Гренобле. Но вот страсть к путешествиям и покорению новых вершин – вот что двигает создателей этого бренда. С одной стороны, инновационные разработки материалов и искусственное цветовое исполнение, соединяясь, образуют стилистику бренда. Плащик очень комфортный, с капюшоном, который фиксируется на кулиску карманы, молнией, которая открывается и снизу, непродуваемая и влагостойкая. Приобрела за 950 рублей, но оцену вам показываю. Со скидкой стоила 26 тысяч. Еще одна находка, которая пополнила мой гардероб платье из 100% натурального шелка. Принт под рептилию змеи. Немного перчинки, подумал я, не помешает. Но мы знаем о том, что змеиному принту удалось убрать за руку конкурента леопарда с легкостью. И если раньше принт змеи пользовался популярностью в вечерних нарядах, то сейчас он допустим и повседневной одежды. Принт под питоны идеально вписывается в женственные образы. Ну и если о змее, у нас змея чаще всего ассоциируется с чем-то негативным. Ух ты, змея! С отрицательным посылом говорим мы о женщине. На самом деле змея у древних народов олицетворяла мудрость. Кроме того, змея изящная, пластичная и гибкая, значит невероятно женственная, подумала я. Загибайте пальчики. Еще один плюс. В данном случае это натуральный премиальный шелк высокой плотности 22 моми. Моми это термин, который обозначает количество шелковых нитей на миллиметр ткани. Например, шелковая ткань плотностью 5 миллиметров, сотканная из 5 нитей на миллиметр. У нас 22. 22 нитей на миллиметр. Чем выше показатель, тем плотнее и прочнее изделие. Пройдемся по мужским брючкам. Модницы уже давно раскусили трюк позаимствовать вещи из мужского гардероба. А это еще и брючки премиального качества. Мелкую клетку от коллекции Босс, Хьюго Босс. Это линейка эффектный микс стиля casual, динамичного спортшика и дерзкая уличная моды. И несмотря на дерзкие акценты и решения, в которые прослеживаются последние тренды, Босс больше дяготеет к минимализму и не утяжеляет дизайн множества деталей. За что голосую я. Престиж, элегантность и высочайшее качество – это главные составляющие торговой марки. Специально показываю вам изнанки. По ней можно судить о том, как уважают нас те люди, которые изготавливают данные изделия. И, конечно, отменное качество. Состав 80% в клопках и стоил в этот день 890 рублей. Плащик парка песочного цвета, очень легкая, комфортная. Накладные карманы, фиксаторы на талии, замочек по рукаву и по низу изделий в швах, кнопочки фиксирующие для комфорта. Этот голландский бренд C&D нам хорошо известен. Вся продукция, как заявляют основатели, изготавливается с применением экологически чистых технологий. В основе создания бренда лежит идея о том, что каждый человек имеет право и возможно чувствовать себя комфортно и быть довольным от одежды каждый день. Ну, по-моему, им это удается. Регулярно марки присуждают награды и премии в различных направлениях деятельности, в том числе благотворительные. В данном случае еще эта линейка премиум с хорошим составом, 64% хлопок, стоила в этот день 890 рублей. Но вы помните о том, что легко можно отнять 30%, тогда вы узнаете, за сколько бы эту вещь приобрела я или постоянные покупатели этого магазина. Ну, и цвет, конечно, за цвет он не может не радовать, потому что он будет, конечно же, прекрасно сочетаться с любым низом, с любым светерочком, с любыми брючками. Потому что он такой приземленный, как мы называем, цвет натуральный или цвет земли. Это, конечно, не может не радовать. Такой базовый цвет вещи. Акцентный кардиган красивого ягодного цвета или чуть-чуть осветленный фуксии с кистями понизу в сочетании с розовым цветом в одежде, это способ усилить или подчеркнуть качество основного тона. Ну, вы низ видите, это базовый абсолютно цвет. На его настроение влияет как оттенок основного цвета, так и тон его оппонента. Сегодня яркие тона розового наоборот в тренде, особенно ультра яркий микс розовый и красный. Если бы фукс, в честь которого был назван вечно зеленый кустарник семейства кипрейных с изысканными необычными цветками, пожалуй, сегодня мы с вами как-то иначе называли бы этот сочный, почти наэлектризованный оттенок. Впрочем, фуксия немножко многогранней, чем мы привыкли считать и отличается многими оттенками. Стоила 890 рублей. Рубашка от испанской марки Zara в джинсовой гамме из премиум линейки. Такая акварельная расцветка, очень интересная и необработанный край по низу. Впрочем, рубашка очень классическая, манжеты, воротник, пуговицы довольно базового цвета, пуговицы на планке стоила 690 рублей. И это 100% хлопок. Конечно, это стиль городской и очень хорошо можно считать как с базовыми брючками, но, наверное, можно попробовать и с всеми оттенками синего или даже с базовым черным цветом. Еще одна блузка в клетку от немецкой торговой марки повседневной одежды S.Oliver. Опора делается на качество материала и пошили в стиле casual. Второй по популярности принт в клетку нежных цветов всегда выглядит, как мне кажется, нарядно. Сочетание цветов радует. Это Tiffany, лаванды и первого листочка зелени. Они выглядят очень мило, да и цена радует. Стоило всего 490 рублей и это 100% вискоза. Ну, кстати, вы помните о том, что от T-Sum еще можно отнять 30% и тогда цена будет действительно очень радостная. Брючки песочного цвета тоже от Zara. И с пояском с резинкой цвета молчаливого ночного неба, мелкую горошину, точку, новые, карманы зашиты. Стоило 1250 рублей. Но я вам не устою повторять, что можно отнять 30%, если бы, ну, допустим, я бы рассматривала это покупки и использовала накопительные базы. Эта вещь была новая, но мы с вами это прекрасно видим. Это можно легко определить по резинке, на которой я делаю, фокусирую камеру, чтобы вы видели, что она не растянута. Да вот и карманчики, они были зашиты. Белый сарафан из оборлевки, кстати, я рассматривала его в качестве домашней одежды, потому что лето жарко и хочется, чтобы было побольше воздуха в одежде. Красивым шитьем поверху. Кипенно-белый цвет, кстати, по поводу прилагательного. Слово кипельный, а значит и производство, производного кипельно-белый в русском языке нет. Есть слово кипень, которое обозначает белую пену на поверхности воды при кипении или бурном волнении. Таким образом, существует и соответствующий прилагательный кипенный, от которого и образуется корректно кипенно-белый. Белый – это воздушный цвет, который ассоциируется с чистотой, простотой, открытостью. Легкость, свежесть и безупречность его кредо стоила 790 рублей. Блузка нежно-голубого цвета, очень романтична по сути. Бренд Tom Taylor немецкий. В Германии компания входит в топ-10 производителей одежды. Достаточно давно является международным, то есть поставляется во многие страны мира. Проакцент в одежде от Тома Тейлора сделан на комфорт со спортивным уклоном. Свободный крой или заметная вертикальная полоска белого цвета вытягивает образ. Да, полоска холодно-голубого цвета. Ощущается прохлада, соответственно, белый, точнее, кристально белый или даже с льняной горной холодной свежестью прекрасно гармонирует с голубым. И стоит свой выбор остановить именно на этом сочетании. Стоило 1250 рублей и 100% вискоза. Нежнейшая блузка, травка, холодного белого цвета, немножко текстиль и травка, он похож на объятия, но в блузочной форме, легкой и почти бархатистой по текстуре, совсем как пушок. В моменте мой посыл был такой в мире, который может показаться очень суровым, люющее, успокаивающее, мягкие и теплые фактуры материала, которые питают нас и обеспечивают комфорт. Основная идея модели кроется в ее мягкости, лаконичности и комфорте, который легко ощутить при соприкосновении с изделием. И фокус был в том, что база была это кружево, изысканное кружево, и эта травка как-таки ленточки нашивалась на это кружево. И в таком простом лаконичном фасоне все вместе выглядит неповторимо. Конечно, нужна была какая-то базовая вещь подобного цвета, но вы знаете, в секонд невозможно принести целый гардероб, что-то я с собой приношу, какие-то базовые футболки. Ну и пришлось мне примерять на футболку черного цвета. Но, с другой стороны, если бы я примерила на белый, вы не увидели бы игру фактур. Это блоское проявление нежности и романтики в данном образе, подчеркиваю, женкость, женственность, легкость стиля, добавляя нотки элегантности и очарования. Мне стоило 790 рублей, и я думаю, вполне можно было бы купить. И нашлись бы такие случаи, куда эту блоску можно было бы надеть, и она бы придала какую-то такую красивую нотку этой встречи, этого вечера или этого мероприятия. Посмотрите, как красиво играют фактуры. Ну, такие вещи, наверное, можно купить только в магазине вторичного потребления. Это какой-то такой, как мне кажется, штучный товар. Вы посмотрите, как эта травка, нежнейшие совершенно такие ворсинки, как они красиво смотрятся на базовом, этом тончайшем, элегантнейшем кружеве. Ну, вы знаете, кружево иногда колется, в данном случае эта вещь была очень комфортная и приятная к телу, что является еще одним плюсищем и аргументом, говорящим о том, что нужно обратить внимание на эту замечательную рубашку. Ну, и я всегда удивляюсь, вообще, сколько труда, фантазии нужно применить создателями этой рубашки и сколько времени было затрачено на ее изготовление. Ну, что сказать, просто молодцы. Итак, 790 рублей, но можно легко отнять 30%, если бы приобретала ее я в данный день в этом магазине. И еще одна удлиненная рубашка от немецкого бренда Калорина Коллекшн. Небесно-голубой цвет заслуживает особого внимания, всегда говорю я. В отличие от насыщенных оттенков, нежно-голубой смотрится легко, нежно, неприхотлив в стилизации, но при этом куда интереснее привычного белого, светло-серого и бежевого цвета. Небесный, ледяной или цвет синего илья, илья, все это светло-голубые оттенки, как мне кажется, актуальны в теплое время года, когда они нас не только чаще всего встречаются в современных коллекциях, но и служат отличной альтернативой холодному белому цвету. Маленький нюанс, но очень важный, по спинке изделие декорировано изумительной красоты тканью решилье в мелкую дырочку. Эршилье, также известное как Пуанто Даглято на итальянском языке, представляет собой технику рукоделия, при которой часть текстиля, обычно хлопка или льна, отрезается, а полученное отверстие укрепляется, заполняется вышивкой или игольным кружевом. Поэтому, конечно, состав 100% лен и стоил этот день 1750 рублей. Друзья, давайте не теряться, у меня подобный канал есть и на дзен, если кому-то сложно смотреть с ютуба, мы будем встречаться еще и там. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok